АПЛОДИСМЕНТЫ Как вам? Ряды наши ледеют, и мне очень жаль те, которые не дождались, чтобы увидеть это. Дорогие друзья, я хочу зачитать вам несколько предложений из книги. Не говоря своими словами, но говоря, хочу процитировать то, что написано. Судьба не дело случая. Это вопрос выбора. Я, конечно, поражен тому, когда люди говорят, что это судьба. Я вам еще раз говорю. Я цитирую не себя американский политик Уильям Джейнс Брайан. 1860 года рождения, 1925 года, умер. Он сказал, что судьба не дело случая. Это ваш выбор. Жизнь следует за вами. Абсолютно все, что происходит с вами в жизни, становится результатом мыслей и чувств, которые вы отправили в мир. Неважно, осознаете ли вы это или нет. В вашей жизни ничего не случается просто так. Жизнь идет за вами следом. Ваша судьба в ваших руках. Тем, как вы думаете, как чувствуете, вы определяете свою жизнь. В вашем распоряжении все многообразие жизни, и вы можете выбрать то, что любите. Вы. Жизнь – это своеобразный каталог, а вы выбираете в нем приглянувшиеся вещи. Но действительно ли вы выбираете то, что вам нравится? Или же вы заняты осуждением плохого и наклеиванием ярлыков? Если ваша жизнь не радует вас, значит, вы клеймили все плохое и негативное, пусть не преднамеренно. Вы позволяли тому, что считаете плохим, отвлекать вас от истинной цели вашей жизни. А цель вашей жизни – любовь. Радость – тоже цель вашей жизни. Цель вашей жизни – выбирать то, что вы любите, и отворачиваться от всего, что вам не нравится, чтобы оно не стало вашим выбором. Если вы видите на улице проезжающий автомобиль, и он вам нравится, вы должны знать, он не напрасно проезжал в этот миг. Вам жизнь, которая следует за вами по пятам, показывает вот, что тебе нравится. Когда вы заходите в магазин красивых вещей, и вам нравится какой-то костюм, это вам жизнь показывает вот то, что тебе нравится. Это твой вкус. Если вы видите молодую пару, которая идет, улыбается, они стройные, они целуются, жизнь вам показывает. Ты так хотел жить, тебе это нравится. Но если человек себе бухтит под нос, что я себя принимаю таким, какой я есть. Давайте я процитирую. И вы сейчас, наверное, увидите свою знакомую какую-нибудь. Жизнь показала вам прекрасное тело, чтобы вы смогли выбрать себе такое же. Но если вас охватывает раздражение от досада, поскольку ваша фигура далека от идеала, вы тем самым утверждаете, я не хочу такое дело. Меня устраивает это дело со сбытком веса, какое я имею. Я не хочу такую машину. Меня устраивает то, на которое я езжу. Мы сами себе обманываем, даем обман установку. Мы просто себя оправдываем. Это мы себе говорим. Я сейчас не готов начать напрягать свой мозг, потому что это же дело напряжения. Мне не хватает денег. Жизнь показывает. Тебе не хватает денег. Тебе нравится? Вам нравится тот мир, который я вам показывал? Это мы вам еще Сингапур не показывали. Но мы вам покажем и Сингапур. Мы вам покажем Колумбур. Мы с Вехаликом, кстати, вдвоем-то там и были. То есть мы путешествуем в команды. Команда Коранлового клуба. Друзей. Вы понимаете, мне нравилось раньше это, когда я смотрел по телевизору. И в чем весь секрет? Когда мы думаем о том, что нам нравится, мы притягиваем к себе ближе то, что нам нравится, и оно к нам движется. Если мы целый день думаем о том, чего мы не хотим, то мы притягиваем к себе целый день то, чего мы не хотим. То, о чем мы стабильно думаем, то к нам постоянно и притягивается. Наши родственники всю жизнь боятся бедности. Скажите мне, как живут те, кто всю жизнь боится бедности? А те, которые не верят в бедность, те, которые верят в себя, в собственные силы, и в то, что они будут богаты, скажите, как они живут? Они притягивают к себе богатство, они умеют улыбаться. Мы говорим себе, что нам не хватает для того, чтобы я общался с людьми, и вокруг меня постоянно были улыбающиеся лица. Нам не хватает собственной улыбки. Поэтому мы притягиваем к себе тех, которые точно такие, как мы. Я могу угадать, сколько вы получаете денег. Ровно столько, сколько получает окружение, в котором вы постоянно общаетесь. Вы получаете ровно ту же сумму, как и они. Потому что если мы будем общаться с миллиардерами, мы будем действовать как миллиардеры. Мы будем общаться как миллиардеры. Мы будем жить в режиме дня как миллиардеры. Поднимите руки, кому не хватает денег в жизни. Вы поднимите руки. Окей. Я могу... Почему вы все время руку не поднимаете? Маши дети довольны, так, как вы живете? Довольны. А детям хватает? Я понял. Тогда я вам единственное посоветую. Если у вас соседка нуждается, дайте ей деньги. Потому что вам хватает, дайте тем, кому не хватает. Скажите, вы верите в то, что я порой даю людям средства и помощь, тем, которым чего-то не хватает? Я могу себе это позволить. Скажите, как моей душе? Приятно? Спросите у меня, мне хватает денег? Хватает денег? Нет. Потому что я хочу больше в этой жизни сделать. Если я себе скажу, мне хватает, скажите, мне кто-нибудь даст потом? Закрыта дорога. Закрыта дорога. Если я сказал, мне всего достаточно, двери закрываются. Если я сказал, я готов больше получать, двери открыты и в меня входит больше. Александр, ну, давайте, допустим, таким образом. Вот вы решили приготовить некоторые люди, знаете, как информацию питают фрагментами. Питаются фрагментами. Они открывают книжки, только абзацы перечитывают. Они смотрят фильмы, только куски смотрят. Они все понимают, но денег у них нет. Это все равно, что приготовление каких-то кулинарных блюд. Мы решили приготовить борщ, мы поставили воду, она закипает, мы кидаем картошку, и вдруг у нас осеняет мысль. О, а дальше какие рецепты? Борщ-то я уже знаю все, но мы забыли, что мы его готовим. Мы начинаем готовить следующие закладки для каких-то там кулинарных каких-то блюд. Скажите, борщ будет качественно давать? Так вот, если у нас не хватает денег, а мы все пускаем где-то скачками, как зайцы, я вам могу сказать, почему не хватает денег. Мы не научились собой управлять. Мы знаем, что мы не победители. Скажите, кто из вас себя побеждает каждое утро? Все вы знаете, что нужно делать зарядку? Витя Кондра, ты каждое утро делаешь зарядку? Нет. Вспомни Киев. Ты видел, что я каждое утро делаю зарядку? Да. А Коля Тербенева видел, что он делает зарядку? Так что, ребята, если мы научимся себя побеждать, если мы научимся себя контролировать, если мы научимся видеть свою собственную улыбку, мы будем видеть, как мы движемся, как мы себя ведем, ребята, мы сможем быть полезны другим. Если мы собой не можем руководить, мы будем притягивать к себе постоянно слабость. Мы не можем собой руководить. И мы тянем. Мы о чем, кстати, когда мы собой не руководим, мы себя уважаем? Скажите, мы себя хорошо знаем, если мы знаем вот эти слабости? Там зарядку, не сдавшись, гимнастик? Я себя знаю, я слабак. Скажите, я себя уважаю? Я же себя знаю. Оттуда все и критиканство в жизни происходит. Слышите? Если сидят люди недовольные и критикуют, значит, они себя хорошо знают. Вот откуда их весь негатив. А человек самодостаточный и сильный, он всегда в хорошем настроении. А что ему быть плохим? Он всегда хорошо знает. Он знает, где он сегодня себя победил с самого утра. Слышите? Он знает, чем он может быть полезен людям. Конечно, критикуют тех, кто действует. Не критикуют тех, кто вообще ничего не делает. Поэтому Марина Федоренко показала, 42 года жизнь может только начаться. Когда ее мама умирала, у нее было онкозаболевание, уже в принципе невозвратно. Она продлевала ей жизнь продукции. Она прожила дольше, чем могла бы свою жизнь завершить. Она попросила руководство компании, чтобы ее какое-то время там не трогали. И ей сказали, конечно. И она полгода была со своей мамой. Она ей уделяла внимание. Она, или месяца, не более, сколько? Четыре месяца. Четыре месяца, да? Ну, почти было. Она каждый день возила ее к морю. Слышите? И покупала букеты роз. Она наверстывала то, чего не могла дать ей раньше. Скажите, мама умирала с какой душой и сердцем? Она была спокойна. Она уходит, а с дочкой в порядке. Ее путь пройдет. Слышите? Если вы себя обманываете, если вы себе не можете купить ту шубу, о которой мечтали, если вы не можете позволить себе полететь туда, где вы смотрите по телевизору, вам это нравится, вам душа говорит и жизнь. Я тебе позволил мечтать об этом. Твое видение гораздо шире, чем ты себе можешь представить. Я за тобой. Я с тобой рядом. Ты не слышишь меня. Ты не слушаешь меня. Александр Псенопонтов тебе постоянно это вбивает в голову своим голосом? Потому что я рядом. Я через него тебе говорю. Скажи себе, я должен начать учиться жить дальше. Но пухтящее существо, червячок, сидящий внутри нас, гнилой и ленивый, говорит, ну это же напрягаться надо. Ну это же уже поздно. Ну ему хорошо, он уже давно тут весь город под себя скреб. А я, ребята, Коралловый клуб по количеству людей России даже одного процента не охватил. В Украине даже одного процента не охватил. В Свердловске даже одного процента не охватил. А вы мне говорите, я тут все захватил. Ничего я не захватил. Я вам даю возможность. Работайте в городе Свердловске. Учитесь, как общаться друг с другом. И начните с улыбки. Открытый взгляд. Улыбка. Светлая кожа. Хороший запах. Чтоб не воняло от кожи и от одежды. И начните помогать другим. И вы увидите, как на вас начнет сыпаться масса работы. Масса просьб о помощи. Масса людей, которые будут к вам приходить и просить научи, подскажи. И у вас не будет свободного времени для крикитаний и для негативных каких-то мыслей. Еще раз напоминаю, если вы видите стройных людей, то это идет ваша мечта. Вы не о них мечтали, но вы мечтали выглядеть тоже так. Если вы видите автомобиль, это значит ваш вкус. Если вы видите одежду, которая вам нравится, это ваш. Если запах дугов или одеколорно слышите, это ваш запах. Приобретайте его. Нет средств. Приходите к нам на офис, мы учим. Кто такие люди? Я когда-то учил себя улыбаться. Я когда-то учил себя разговаривать. Я когда-то учил себя, как держаться перед людьми, что они хотят слышать, как тональностью варьировать свою речь и свой голос. Я учил себя слушать, что я говорю. Я учился отношениям. Первое, это отношения к самому себе. Второе, это отношения к тем, кто тебя окружает. Третье, это отношения в пользу для других людей. Четвертое, это пройти путь и оставить след. Это отношения к собственной жизни. Кто вам внушил, что вы должны быть бедны? Кто вам внушил, что вам достаточно вообще этой жизни? Кто? Сами, себе. Судьба создается нашими руками. Не правительство, не государство, не новые президенты, не новые компании. Мы сами выбираем. Прийти нам на презентацию, сколько посидеть на презентации, с какими мыслями уйти из презентации и что мы будем делать сегодня дома. Мы выбираем. Вот так. Никто за нас. Спасибо. Я хотел бы поблагодарить. Пожалуйста, это я маленький. Это мой папа и мама. Город Чебокска. Спасибо.